Книга к истинному православию. Игнатий Тихонович Лапкин. О Исповеди. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31, 5 стих. Как человек, крещаемый человеком, то есть священником, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои, приемлет оставление их через священника благодатью Иисуса Христа. Афанасий Великий. Бессердечного сокрушения невозможно освободиться от пороков, а сердце приводится в сокрушение трояким воздержанием от сна, от пищи и от телесного покоя. Нил Синайский. Часто сейчас в храмах идет общая исповедь. Кто и хотел бы в частном порядке исповедоваться, то священник не дает этого, ибо не отгоняет хотя бы на несколько шагов других исповедников, слушающих повесть чужой жизни, ибо привыкли смотреть телесериалы. На общей исповеди власть ключей передана ему, кающемуся, а за священником оставляется лишь обрядовая форма. На общей исповеди кающий не исповедует своих грехов, ибо исповедовать значит открыто признавать их. На общей исповеди, когда сотни людей в один голос произносят грешен, нет никакого скрытого свидетельства о грехах, а потому нет и никакой исповеди их. На общей исповеди нет двух самых главных условий содержания благодатного таинства. 1. Право священника отпускать грех, ибо он не имеет права отпускать грехи по безотчетному произволу, и право у исповедующего получать отпущение, ибо по учению церкви это право дают лишь устное исповедание грехов. 2. Что касается третьего условия таинства, право духовника налагать эпитимии, то оно вовсе отпадает при общей исповеди, ибо нельзя, ибо не зная греха, невозможно врачевать душу согрешившего наложением наказания. 3. Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. 4. Господь дал власть разрешать не безусловно, но под условием раскаяния и исповеди. 5. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить «прощаю и разрешаю», Господь скажет «а я осуждаю». Феофан Затворник Общая исповедь стихийно приобрела широкое распространение, трудно и стыдно признаться в своих грехах в личной исповеди. Ну, приятно, душевно и легко, и успокоительно сплакнуть вместе со всеми на общей исповеди. 5. Более или менее талантливый проповедник растрогает сердце, плачущий сосед еще усилит умиление, и вот без всякого труда и подвига достигается покаянное настроение. 6. Иногда очень сильное, но в большинстве случаев бесплодное, ибо оно происходит не в результате внутренней работы, а лишь как эмоциональная разрядка, отягощенная грехами души. 7. Покаянные слезы на личной исповеди омывают исповеданные грехи. 7. Слезы же на общей исповеди чаще всего свидетельствуют о самоумилении, самолюбовании, и в конечном итоге служат не для разрушения горделивого самомнения, а для утверждения фарисейского чувства собственной праведности и самопревозношения под видом смирения. 8. В миру нет потребности выставлять на позор свой грех, а там стараются скрыть его. 9. Там нет надобности так раскрывать душу, чтобы обнажить самые темные ее заковулки. 10. Нет надобности в духовном руководстве, ибо каждый стремится жить своим умом. 11. Там смешны и ненужны эпитемии, ибо они требуют смирения и послушания, а в миру более всего дорожат независимостью и своей волею. 11. Мирская жизнь заставляет и страдать, мучиться, впадать в отчаяние, 12. Потому хочется иногда человеку пожаловаться, поплакать слезами, которые ни к чему не обязывают, и упокоенному идти домой. 12. Вот почему общая исповедь так желанна многим. 13. Она соответствует духу мира сего. 14. Подделка тонкая, имеющая множество оправданий, в том числе и объективных, 15. Но тем не менее подменяющая таинство и церковное устроение души, 15. Чем-то внешне очень привлекательное, но исполненное мирской стихией. 15. Общая исповедь внедряется в церковную жизнь, ломая уставы и опыт благочестия, 15. Отрекаясь от церковного предания, повреждая самоё существо таинства. 16. Часто можно слышать от церковных людей ссылку на опыт протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского, прородившего общую исповедь. 16. Неужели он мог служить делу обмерщения и сознательно противоставлял себя преданию церкви? 17. Это было его личным дерзновением, за которое он ответствует перед Господом. 18. Но нам он не только не заповедовал следовать его примеру, а напротив оставил в качестве руководства 18. Явное указание следовать уставу и совершать личную тайную исповедь. 19. Исповедовать в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытием и признанием их, и чтобы больше чувствовать к ним омерзение. 20. Надо на исповеди без утайки все свои срамные дела открыть духовнику, хотя и больно, стыдно, позорно и унизительно. 21. Священник – врач духовный. Покажи ему раны, не стыдясь, искренне, откровенно, сыновью доверчивостью. 22. Умершие люди, если видят, что дела, совершенные на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, скорбят. 23. И душа протоиерея Иоанна не может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди. 24. Серафим Чичан Надо помнить эти слова всем ссылающимся на протоиерея Иоанна Сергиева в оправдание общей исповеди. 25. Ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, они увеличивают его скорбь. 25. Настольная книга священнослужителя. Том 8. Страница 473 по 477. 25. Все на сегодня. 25. С Богом. Продолжение следует...